Как будет жить Ленинский район в следующем финансовом году? Нашей съемочной группе удалось узнать на прошедших в кинотеатре «Искра» публичных слушаниях по бюджету района. Какие будут льготы, надбавки, зарплаты? Узнаете в нашем следующем сюжете. Самое главное, что удалось сохранить при формировании районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, это традиционную социальную направленность. 88% расходов выделены на социальную сферу. Доходная же часть бюджета в основном складывается из налоговых поступлений, а также аренды муниципального имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду и доходов от продажи активов. Однако в этом году впервые в районном бюджете предусмотрена дотация для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. А вот особенностью бюджета на данный период стал программный характер. Точнее говоря, теперь бюджет направлен на реализацию муниципальных программ. Всего в Ленинском районе разработано 13. 12 из них нашли свое отражение в бюджете. Касаются они всех жизненно важных отраслей. И образования, спорта, культуры, снятия административных барьеров, социальных вопросов. Всех сфер жизни муниципального района. В этом году формирование районного бюджета имело еще одну особенность. Это связано с изменениями в законодательстве и принятием закона о перераспределении полномочий. Даже бюджеты городских и сельских поселений теперь будут выстраиваться иначе. А что уж говорить о муниципальном. Самое главное в этой ситуации перераспределение полномочий, когда много полномочий от сельских поселений переходит к району, самое главное обеспечить ту самую непрерывность управленческих процессов. Вот здесь, я думаю, наш финансовый орган провел очень серьезную работу, чтобы не допустить сбоев, не допустить срывов. Ну, я думаю, там работают опытные люди. И в конечном счете эти требования, они заложены в показателях бюджета. Еще одним очень важным вопросом при формировании районного бюджета стала тема сохранения льгот бюджетным служащим. Несмотря на то, что по области активно идет сокращение этой статьи расходов, депутаты Ленинского района совместно с финуправлением общей договоренностью пришли к решению оставить льготы. Консолидировать совместные усилия администрации в лице финуправления и Совета депутатов, уже обладая определенным опытом и, самое главное, желанием к работе, у нас получился достаточно хороший продукт. Сразу после публичных слушаний в администрации Ленинского района состоялось заседание районного совета депутатов, на котором был принят бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Более подробную информацию о заседании смотрите в следующем выпуске новостей.